Всем здарова, с вами Рики. Сегодня я с вами поделюсь своим скриптом, который позволит очень быстро заимпортить хлея клипы. Для начала давайте покажу, сколько времени занимает импорт клипов без скрипта. Получается, создаем папку с названием Sina, закидываем сюда клипы, даем название XR Depth, ставим ему FPS, как у остальных клипов, прекомпозим папку, убираем Single Composition, переименовываем композицию, исправляем порядок, теперь настраиваем XR Depth, накидываем на него экстрактор, дальняя точка 25000, ближняя 0, и обязательно клемпим значения с помощью Levels, чтобы не было проблем с блендинг модом. И последнее, импортим хлея камеру. После чего сразу же ставим у камеры холдки фреймы, чтобы когда вы использовали таймремаппинг, у вас трекинг оставался идеальным. Готово. Потратил я на это чудо целую минуту. А ведь мне таких сайнов еще импортить 100 штук. То есть, если я продолжу таким способом импортить сайны, то это займет около двух часов беспрерывной работы, что очень долго. К счастью, я создал скрипт, который позволит все это немного автоматизировать. Заходим на GitHub, релизы, и качаем последнюю версию. Содержимое архива перекидываем в эту папку. После установки, перезапускаем IE, жмем Window, и запускаем скрипт хлея IE Tool. Его можно закрепить. Для того, чтобы заимпортить клип, жмем Import. Сначала предложит сохранить проект. Выбираем любое место. И теперь выбираем абсолютно любой файл из папки, в которой находится Cinematic. После этого в проект автоматически заимпортится Cinematic. Как можете заметить, XR Depth секвенция была автоматически переименована. Ее FPS был изменен на FPS последнего заимпорченного видео. Заходим в готовую композицию. Видим, что нужно настроить XR Depth. Выделяем его, и жмем кнопку Setup и XR Depth. И он полностью настроится. Осталось заимпортить камеру. Жмем Import Camera и выбираем файл с камерой. У заимпорченной камеры автоматически поставились холдки фреймы. Никаких лишних действий делать не надо. Теперь давайте замерим время, за которое я смогу заимпортить Sign с помощью скрипта. Импорчу Sign. Настраиваю Depth. Импорчу камеру. Готово. Это заняло у меня всего лишь 7 секунд. Что в разы быстрее, чем без скрипта. Давайте для теста заимпортим рандомный CS2 Cinematic. Как видите, все отлично работает. После полной подготовки синематика, можете, например, заизвать Relighting Script. О нем я рассказывал вот в этом туториале. Хочу рассказать еще про две фишки. Если вы заимпортите клипы, записанные в 1000 FPS, то их FPS автоматически изменится на 500. Я так сделал, потому что IE не позволяет создавать композиции, FPS которых превышает 999. Теперь представим, что в вашей папке с синематиком нет ни одного видео, лишь скриншоты. Если их заимпортить дефолтным способом, то они будут в 30 FPS и без названий. Если же их заимпортить через скрипт, то они будут с названиями и в 500 FPS, что очень удобно. Если вы хотите, чтобы секвенции импортились в другом FPS, то отредактируйте хлое IE Tool Script и поставьте здесь, например, 250. После чего перезапустите IE и заимпортите синематик еще раз. Как и ожидалось, он заимпортился в 250 FPS. Еще раз напоминаю, FPS, который вы выставили в скрипте, применится к секвенциям лишь в том случае, если в папке нет ни одного видео. Если видео есть, то у секвенции будет выставлен FPS, как у видео. На этом все. Если вы что-то не поняли, либо нашли баг, то заходите на мой дискорд сервер, и я вам помогу. Еще увидимся!